Несвоевременная работа коммунальных служб привела к ДТП в районе Днепровской. Как объясняют очевидцы, еще вчера поздно вечером на этой дороге, ведущей в район улицы Днепровской, произошел порыв канализации. Проезжую часть сильно залила водой. Водитель Toyota Crown, к сожалению, не рассчитал свои силы, когда поднимался со стороны молодежной вверх. Как уверяет мужчина, неожиданно его автомобиль занесло и выкинуло на обочину. Поднимался вверх по сопочке, ехал к сыну в Тову, ну километров 20 сейчас, наверное. И дорога, видите сами, какая ледяная. Слушайте, ну дорога, говорят, уже была, да, такая? Конечно, еще и машины не было этой пескоструйки, блин. Поднимался, ну, может, немножко газону сразу занесло и все. Ну, как бы с нормальной дороги сразу резко на такую. И все, видите, что получилось. У вас в машине кто-нибудь, кроме вас, находился еще? Нет, конечно, нет. Нормально себя чувствуете? Отлично. То есть вы... Ну, немного подтрячивать, конечно, после такой аварии. Я, блин, еще, я никогда еще не попадал в такие ситуации просто. Машина выдовывая или задняя? Нет, задняя приведена. Вторая сторона, а именно водитель Subaru Legacy в момент ДТП находился на службе. Пришел, когда очевидцы рассказали, что в его автомобиль врезались. Ну, меня здесь вообще не было. В принципе, я машину в 6 часов утра поставил здесь. И потом где-то в 11.30 пришел. Вот, что есть. А вы, когда парковали, здесь был вот этот вот налич? Да, была. То есть она с утра уже, да? Да, это еще вчера, с вчерашнего вечера. То есть там что-то прорывло у них, не устраняли. Несмотря на серьезность повреждений, Toyota Crown, скорее всего, с места происшествия уедет своим ходом. Правда, после нескольких незначительных манипуляций с крылом и колесом. Водитель Subaru тоже постарается покинуть место аварии без помощи эвакуатора. Получится или нет, покажет время. Пока что на месте ДТП ожидает приезда сотрудников полиции, потому как повреждения обоих транспортных средств достаточно серьезные. Продолжение следует...